Привет, привет, здравствуй мой друг. Ты наверно заметил, что мой канал не узконаправленный. Я стараюсь чередовать такие вещи как переработка 3d печати, электроника, какие-нибудь самоделки, ну и путешествия иногда. Сегодня речь пойдет о 3d печати высокомолекулярным поликарбонатом. Это не вторичный полимер. Я провожу эксперименты со вторичными полимерами. Например, вот этот сделан из упаковки от чипс, а вот этот из полипропилена. Вот из такого шнура. Весь этот экспериментальный филамент я сделал без применения экструдера. Ну а сейчас давайте все таки вот об этой прекрасной баночке. Где я взял, да там так все засекречено. В общем, под условным именем Федор из условного НИИ мне выслали вот эту пиндосовскую гранулу. У меня есть спецификация за ней, но к сожалению я тоже не могу ее выложить в открытый доступ. И все-таки давайте я покажу одно из изделий, что делают из этого поликарбоната. Хочу кратко рассказать о данной пленке, которая производится из гранул поликарбоната. Данная пленка принимается в сельском хозяйстве. То есть в состав этой пленки входит поликарбонат с пластификаторами и также спецдобавка. Это секретный ингредиент, который как раз выполняет ключевую роль. Вот эта вот как раз таки пленка помогает проникнуть теплое в луча. От чего плоды получаются больше, сочнее и растения особо не болеют. Обалденно красивые гранулы, как алмазы блестят. Вот бы такую баночку алмазов. Ну давайте попробуем что-нибудь вытянуть на бытовом китайском экструдере. Да конечно же это не те полимеры, которые привык перерабатывать. На 170 градусах я не заметил экструзии. Решил открутить сопло и вот такой ужас я увидел. Сами гранулы вообще не расплавлены. Да еще смешались с каким-то предыдущим пластиком. Решил поднять температуру до 250 градусов. Видно что мотор пробуксовывает, но экструдер все равно пытается выдавить. Конечно надо было поднимать больше температуру. Почему? Да увидите далее. На 250 градусах пруд идет очень сложно. Буду ставить стол протяжки. Филамент получается такой грязный. Потому что остался полимер из прошлого эксперимента. Думаю метров через 10 материал станет чистым и прозрачным. Датчик провисания я не стал ставить. Так как сам по себе филамент прозрачный и толку с этого датчика просто никакого. Да и видно что сам диаметр полностью копирует отверстие сопла. Пока производится протяжка прудка я попробую намутить. Из этого высокомолекулярного поликарбоната самодельный клей. Я воспользуюсь простым растворителем. Растворю тестовые первые метры. Посмотрим получится ли из этого супер клей. Так все хорошо начиналось. Пруд получился не ломкий на изгиб, не поддатливый на растяжение. После 15 метров он стал совершенно прозрачный и светлый. И конечно же очень стабильный. Есть отклонение. Приблизительно 0,3 миллиметра разброс. Это вообще не беда. Ребята, у меня случилась беда с этим китайчиком. К сожалению сгорел мотор. Потому что надо было температуру ставить чуть больше. Мотору было сложно тянуть. Конечно же я нашел аналогичный мотор на Алихе. Стоимостью почти 5000 рублей. Если тебе будет интересно как я разберу. Прямо до гаечки. Этот прекрасный китайский экструдер. О чем меня просят очень давно. Пиши буквы под видео. Наберу тысячу любопытных. Обязательно сниму видео. Показав слабость этого прибора изнутри. Ну и заодно поставлю двигатель. Образца с этого китайчика конечно я надавил. Да что есть на чем поэкспериментировать. Давайте будем печатать тестовый диск. Конечно не тут то было. Температуры моего малыша катастрофически не хватало. Но больше на этом аппарате конечно же не поднять. Приблизительно при 265. Принтер уходит просто в защиту. И выдает вот эту стременькую ошибочку. Ну конечно такой классный пластик. Ну жалко не попробовать. Да еще экструдер удрочил. Хотя у меня есть одна идея. А идея возникла такая. Взять мой испытуемый принтер. И попросить дружище Ивана. Подправить прошивку. Скажем так снять ограничения по температуре. И всевозможным защитам. Иван профессионал по всеразличным прошивкам. Думаю что он сможет поправить код даже в тамагочи. Чтобы тот вечно жил. Если вы знаете что это вообще такое. Тефлоновая трубка в горы такой температуры конечно же не выдержит. Так что временно пришлось наколхозить вот такую конструкцию. Это термобарьер из нержавейки с охлаждением без всяких трубок. Ваня все хотел правильно, основательно распечатать, закрепить. Все таки я настоял на времянке. И мы ограничились печатью удлинителя для датчика ICZ. Если у тебя есть вопросы к Ивану, ссылку оставлю на канал под видео. Обязательно подпишись. На таких температурах я еще не печатал. Мне кажется, что если запихать ПЛА туда, то он с легкостью загорится. Чтобы не испытывать судьбу по адгезии со столом, я воспользовался самодельным клеем. Температура сопла 315 градусов. Температура стола 70 градусов. Шаг 0,20 миллиметров. Диаметр сопла 0,4 миллиметра. Низ детали еще отпечатался загрязненным полимером. Но вот уже вверх пошел. Более прозрачный. А проверю-ка этот замечательный дисочек лабораторной колотушкой. Ведь других стендов у меня пока нет. Думал деталь с первого раза разлетится как стекло. Как в моем прошлом эксперименте, когда я печатал из автомобильных фар. Но пластик оказался очень прочный. Ну а теперь создам вот такой замечательный стаканчик. Методом спиральной печати. Уже традиционно наверное да? Филамента из поликарбоната осталось как раз, чтобы проверить спиральную печать. Если возникнет какая-то ошибка или сбой, то этот эксперимент с треском провалится. Данная марка полимера в России вообще не распространена. Этот высокомолекулярный поликарбонат производится в недружественной для нас стране. У которой название из трех букв. Конечно я могу показать уже знакомым и проверенным подписчикам спецификацию данного полимера. Но только конечно же в телеграмм. Братишка с ходовым именем Федор, еще сказал мне что этот поликарбонат отлично выступает в качестве клея. Давайте попробуем заклеить эти два бруска пока печатается. Федор производил клей для собственных муж, растворяя поликарбонат хлороформом. Воспользуюсь простым растворителем, положив на стол для быстрого просушивания. Печатаю данный стаканчик или вазу на очень маленькой скорости. Все таки полная температура расплава поликарбоната, спецификация указана 330 градусов. Если ты еще не подписался на телегу, то сейчас самое то. Там ты увидишь намного раньше какие-то испытательные моменты для моих будущих видео. В мою коллекцию добавился еще один стаканчик, скажем так с экзотических материалов. Из чего эти все стаканчики напечатаны, ты тоже сможешь посмотреть на моем канале. Хотел еще что-нибудь напечатать, но к сожалению филамента у меня больше нет. Давайте посмотрим насколько склеился этот кубик. И действительно клей получился отличный. Надо будет попробовать растворить простой поликарбонат с помойки. Интересны будут вещи из упаковки от картофельных чипсов или полипропиленового жгута? Тогда подпишись и жалкни колокольчик, чтобы оповещения приходили. Иван сделал опять классный подгончик. Это цельный офигенский алюминиевый механизм. Давайте вместе подумаем куда же можно применить такую офигенскую штуку. Про всякие сексуальные штучки я уже конечно слышал. Вот такой офигенский механизм. Я надеюсь мы найдем его применение. Огромное спасибо тем, кто помогает мне немножко денежкой на мои будущие самоделки. Монетизация отключена. Так что подпишись, поставь колокольчик, чтобы я знал, а интересно ли тебе смотреть. Но я с тобой не прощаюсь. Не болей и храните Господь. До встречи! Ребятки еще раз спасибо за финансовую помощь для самоделок. Для меня даже 1 рубль будет очень приятно видеть.